Второй этап профессионального конкурса – занятие с незнакомыми детьми. Без волнения не обойтись, но все же каждому конкурсанту удалось достичь главной цели – привлечь детское внимание, несмотря на присутствие посторонних. Топ-топ ножки по прямой дорожке, дорожка прямая, нет конца играя. Мы идем, идем, идем и ничуть не устаем. Открытые уроки считаются не только сложным испытанием, но и самым высоко оцениваемым. Чтобы превратить рутинное занятие в нечто увлекательное, каждый педагог проявил фантазию. Профессия – повар, семь чудес Кузбасса, первые шаги в страну английского языка. Всего за 20 минут педагогам нужно было открыть в детях новые способности. Казалось бы, времени очень мало, но для конкурсантов достаточно. Достойно представляли свой опыт работы. Это и программы дополнительные, и уже в какой-то мере творческие отчеты о проработанной работе. Очень удачно мастер-классы проводили, и работая с публикой, и обучая народ, который захотел бы узнать что-то новое. То, что люди умеют делать, а еще и здесь они это делают с чужими детьми, которых они не видели и не знают, это дорогого стоит. Члены жюри, особенно председательствующие, отметили, что возрос уровень участников нашей лестники успеха. Это очень приятно было слышать, потому что затрагиваются серьезные проблемы, которые охватывают все области, относящиеся к федеральному государственно-образовательному стандарту. И познавательное, и коммуникативное, и физкультурно-оздоровительное. То есть то, что патриотическое, то, что на слуху у всех, начиная от президента и заканчивая нами, потому что это для нас главное, важно и ценно. Улыбки, сверкающие глаза детей, говорят о том, что цель достигнута девчонки и мальчишки заинтересованной. А это уже хороший балл к общей оценке выступления, считают представители детского жюри. Это очень волнительно, оценить правильно, со всей строгостью, и учить воспитатели, они же старше нас, и оказаться в атмосфере. То есть, что я сама в детском саду, и что я ребенок, и как бы я чувствовала себя, если была в этой группе. Саморазвитие, накопленный педагогический опыт и желание им делиться с коллегами. Словно три кита, все это одновременно помогает и подталкивает воспитателей идти к победе в лесенке успеха 2019.